Марк, таких как вы людей очень много, там около миллиона, да, или может быть даже больше ваших соотечественников покинуло Россию. Точно так? Да, но вот Медведев говорит, заявил буквально вот сейчас, что к киноагентам слишком лояльно относились, так что теперь вот надо им запретить публичную деятельность и начать уголовное преследование. Как мы знаем, что процедура очень непрозрачна, кого назначают киноагенты непонятно совершенно. Очень понятно. А можно вообще не подчиниться этому на самом деле? Вот я смотрю, что некоторые люди считают их киноагентами России, не считают. Плевать они хотели, не пишут они дурацкую эту шапку, там прошу считать меня киноагентом или еще кем-то, и все спокойно живут и здравствуют. Ну это я такой, потому что я признан же киноагентом, и я этого не пишу и не собираюсь ни отчетов. Они вот мне сейчас протокол прислали, ну адвокат там посмотрел, прислали мне адвокаты этот протокол, что я должен явиться что-то там 8-го что ли или 6-го. Я опубликовал этот протокол у себя в социальных сетях. Значит, они собираются на меня составить административное нарушение протокола о том, что я не ставлю вот это вот указание о том, что я иностранный агент. Ну я в вашем эфире ругаться не буду, называть кем я их считаю не буду, потому что и так говорят, что я резкий и невоздержанный. Поэтому, но все... Я просто считаю, вы понимаете, Медведев это конченый мерзавец, коррупционер и вор. Да еще и совершеннейшее ничтожество, понимаете? Вот почему я так презираю. Потому что этот персонаж, который, значит, посидел, погрел место в течение 4-х лет, изображал, изображал, изображал. Там целая партия второго срока Медведева была. Там от Суркова до Павловского были. Там масса людей было, которые... Даже Белковский, поговорить с ним, он меня прям убеждал, он прям тряс меня. В 8-м году и говорил, да нет ты что, он никуда не уйдет, у него такая харизма, он пойдет на второй срок. Причем, ну, он искренне как бы считал, что, ну, заняв в России место, даже место блюстителя, от такого не уходит. Этот мерзавец обманул как бы вот таких, ну, я не то, что считаю себя сильно искушенным, но я просто никогда не верил, что Путин вот окончательно уйдет. Вот я допускал, что может возня какая-то быть, еще что-то, но вот так, чтобы он ушел никогда. Сейчас вот эти Медведевы, и вот он Медведев конкретно, он компенсирует свою ничтожность тем, что он оказался даже не Симеон Бакбулатович, у того хотя бы харизма была, он там шутил постоянно, значит, при этот год, когда Грозный его посадил, значит, подержать это место. А этот настолько ничтожен во всех своих проявлениях, что он путем вот этих заявлений, что давайте мы будем там это, значит, сажать, он пытается, значит, все время показать то, чего он не является, кем он не является. То есть, он хочет мачизма себе добавить, да. Вот смотрите, я как там с этими, с теми, я вот там, вы не думайте, что слюнтя и вот такой слезняк, да, мозгляк, как мы его называли, я вот могу и такое сказать. Character, естественно, они будут это делать. Конечно, они возбудят дело и на меня, и на всех остальных, не на тех, кто получил эти, значит, этикетки. Конечно, они это сделают. Пусть они это делают. Вот все, что я могу сказать, пусть они это делают, потому что придет день, придет час, мы вернемся, и тогда уже мы не эти будем развешивать, чем ярлыки. Мы другие вещи будем их развешивать, и они будут участвовать в этом развешивании. Может быть, уже пора их самих развешивать? Ну, безусловно, а меня за это всю жизнь попрекают, что я слишком резко говорю. И вы понимаете, я всегда это говорил до того, как случились бучи, когда вот мариупольцев там вот эти могилы дышат и так далее. Я говорил, их надо заранее превентивно всех переубивать, потому что они доведут до этого. Сейчас они уже до этого довели. И у нас в какой-то части русская оппозиция, открою вам секрет, продолжается дискуссия, а можно ли вот вооруженным путем свергнуть российскую власть? Не приведет ли это к жертвам, там еще чему-то? Они дождутся до ядерного удара, и даже тогда уже испепеленные будут, значит, поднимаясь искорками, значит, в воздух, рассуждать, а не слишком ли мы антигуманны, когда рассуждаем, что этих людей надо судить и казнить, вы понимаете? Ну, вот это то, за что не любят русских либералов. Абсолютно точно, абсолютно верно. Да, вот даже когда им оправляются в лицо, они говорят, а может в этом есть какая-то сермяжная правда? Путибурдухову, это Лоханкин, вы же помните, это прекрасно. Да, это совершенно верно. Посексуалий, да. Сермяжная правда, все нормально. Именно так, в этом-то и беда, что они именно такие, и время их не лечит. Они продолжают оставаться ровно такими, понимаете? И хоть что им говори, они будут продолжать говорить о том, что ваш радикализм, он на вашем безумии основан, и, значит, вы такие же, как Путин. Ну, ни хрена себе. Ну, если вы хотите так, то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok